В эфире Город Лайф и мы продолжаем. У нас в студии очередной гость. Это Елена Тарасян, руководитель рекламной мастерской «Нарошка». Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, расскажите немного о своей компании, как давно вы на рынке, чем вы, собственно, занимаетесь и большая ли у вас команда? Занимаемся мы изготовлением рекламных вывесок уже с 2012 года. У нас небольшая компания. Мы занимаемся в основном изготовлением небольших вывесок, объемных, световых, несветовых конструкций, рекламных, информационных вывесок. В том числе это адресные аншлаги, изготовление стендов, табличек, указателей, объемных логотипов и неоновых вывесок из гибкого неона. Ну, собственно, ваше название говорит само за себя, да, мастерская «Нарошка», то есть вы работаете вот именно непосредственно с тем, что связано с наружной рекламой, непосредственно, ну, конкретно. Да, да. То, что доносит конкретную информацию какого-то производителя, это может быть и наружная, и внутренняя также реклама. Скажите, пожалуйста, это семейный бизнес? Да, мы занимаемся этим бизнесом с супругом вдвоем, и все работы мы выполняем тоже, практически основную часть работы мы выполняем самостоятельно. Я в качестве руководителя, супруг в качестве производителя этих работ, и он сам следит за качеством, и сам выполняет эту работу, в принципе, никому не доверяет. Ну, вопрос о том, как пандемический кризис отразился на вас, уже, наверное, вопрос этот вас не удивит, но, тем не менее, мы хотели бы знать, как вам удалось пережить этот период, может, пришлось как-то реорганизоваться, перестроиться, или ввести какие-то нововведения, которые дали толчок вашему бизнесу? Ну, в основном нам пришлось, конечно, перевести бизнес в онлайн полностью и сократить личное общение с клиентами, но большинство клиентов и так обращаются к нам в сетях, это на нашем сайте, в Инстаграм и по телефону. И все ведется удаленно, потому что наши клиенты все-таки руководители чаще всего бизнеса, и у них нет времени личного присутствовать при согласовании каких-то вопросов и так далее. Это все удаленно ведется, поэтому, в принципе... То есть режим онлайн для вас был привычным? Да, привычным, да. Собственно, ничего особо не изменилось, ваши клиенты остались с вами в любом случае? Да, да, потому что наружная реклама – это все-таки не скорый бизнес, за один день работы не делаются, поэтому работы протянулись все это время, пока мы сидели дома, мы работали в любом случае, поэтому все клиенты остались с нами. Ну, а какие виды работ наиболее популярны? Что пользуется спросом? Что чаще всего заказывают? Сейчас очень популярны неоновые вывески. Их сейчас и в рекламе везде опубликуют СМИ, неоновые шрифты, неоновая реклама, световая. Сейчас это очень доступно стало и безопасно использовать гибкий неон силиконовый, который не бьется, не ломается, и ничего с ним не случается. Большая очень гарантия на него, и очень яркий, и привлекает внимание, конечно. И подходит для всех. Это небольшие студии, салоны красоты, как для внутреннего, так и для наружного привлечения клиентов и освещения территории ближайшей. То есть ваши клиенты конкретно знают, что они хотят? Но чаще всего же клиент приходит совершенно не зная, что он хочет. Сделайте мне что-то, а что именно? То есть ваша мастерская занимается от идеи до реализации, полностью сопровождая проект? Да, да. Чаще всего мы берем именно такие проекты и вкладываем в них душу, время, труд свой. И очень индивидуально подходим к каждому клиенту. Чаще всего клиенты приходят с листочком, рисуют на нем что-то свое, и мы уже доводим это до готовой эскизы, до живой визуализации, показываем клиенту, как это будет выглядеть вживую. И далее уже согласовываем, что убрать, что прибавить, убавить. И далее уже реализовываем проект готовый. Понятно. Ну а чем удивляете своих клиентов обычно? Есть ли какой-то, не знаю, может быть, сервисом, может быть, каким-то дружеским отношением, не теряя связь со своими клиентами? В основном мы удивляем клиентов именно вот этой визуализацией, живой визуализацией картинкой, живого проекта. То есть это делается специально в программе нашим мастерам, дизайнерам. Это не отличить от живой фотографии, и это видно, как вживую смотрится вывеска. Где будет светиться, где будет блестеть, то есть клиент сразу видит, то это или не то. И вот этим мы и удивляем клиентов, потому что они все время смотрят и говорят, вау, вы что так умеете? Ну а что самое сложное в вашей работе, вот на ваш взгляд? Что тяжелее всего? Ну, тяжелее всего, конечно, это общение с людьми, потому что люди разные бывают, и по-разному реагируют на те или иные вопросы иногда. Иногда, когда мы говорим, что нет, вот нужно сделать так, а не иначе, они начинают сопротивляться и не понимают, что ну все-таки нам виднее, как будет смотреть в тот или иной материал, как будет он работать в той или иной ситуации, в той или иной конструкции. Поэтому все-таки общение с людьми – это самый сложный момент получается. Тяжело убедиться в своем профессионализме? Да, да, тяжело убедить. Ну а есть ли у вас какие-то сезонные предложения? Что готовы вот сейчас предложить в преддверии осеннего сезона своему клиенту? Сейчас у нас очень плотненько работает наше второе предприятие, это Центр наклеек. И сейчас вот сезон, сезон такого наплыва к нам сюда потока туристов, туристического, очень активизировались наши общепиты, точки доставки и так далее. И возрос спрос на наклейки. Также актуальный вопрос наклеек для детских садов, для школ и так далее. Вот, поэтому сейчас упор у нас вот на Центр наклеек идет. Я думаю, что для наших зрителей актуален вопрос, как вас, собственно, найти. Да, соцсети, адрес, как? Да, соцсети, в основном в соцсетях работаем. Наш Инстаграм – Центр наклеек, Центр стикерс на английском языке. Собственно, либо по-русски можно написать Центр наклеек. Мы такие единственные с таким названием, громкоговорящим. Нарушка, также английская, английскими буквами латиницией Нарушка в Инстаграм. И наши сайты – сайт rmnarushka.ru и центрстикерс.ru. Я предлагаю закончить наше общение традиционными пожеланиями и обращениями к калининградцам. Желаю всем калининградцам, особенно их родителям, сейчас пережить этот осенний период. Очень долго дети отдыхали, очень сложно сейчас будет всем вписаться в работу, которая будет неудаленная уже с людьми. Очень сложно будет детям сейчас заставить их что-то делать. Желаю всем терпения и здоровья. Сейчас, мне кажется, это самый актуальный вопрос. Я желаю успеху вашему бизнесу. Я напоминаю всем, что у нас в гостях была Елена Тарасян, руководитель рекламной мастерской «Нарушка». Ну а далее, друзья, перейдем к братьям нашим меньшим. Своевременная диагностика в хирургии очень важна. УЗИ, рентген и другие исследования в нашем городе делают профессионалы. Не знаете где? Мы подскажем.